всем привет дорогие друзья мы сегодня съездили за картофаном за картошкой купили у своего знакомого с молсовхода по 10 рублей отдали 2000 рублей картошка у нас сейчас в алтайском крае средняя цена до рядом с барнаулом город новоалтайск цена вот сейчас мы взяли по 10 рублей вообще лариса видела на базаре по 11 по 12 13 по 14 всякая всякая мы взяли хорошую картошку который берем из года в год кстати рекламируем его кто в алтайском крае живет александр карп кому надо пишите мы данные может дадим если он разрешит конечно подожди секунду нам же надо сначала положить надо положить деревянку мы же мы же вам показывали как мы погреб делали а мы тут закупили цемента опять у нас новые планы новые свершения будут стройка продолжается сейчас нам доме ту яму которую мы заливали мы еще и вот эту подставку подставляем мы просушили постарались сколько на полтора недели она сушилась после заливки так я ее раньше вытащила я покажу я ну да я высушил до сих пор сушится покажи сюда сюда у нас тут свет отключился вам поздорово вентилятор которыми сушу сушил так сказать еще для подстраховки решил посушить чтобы лечить отключи его конечно так все сейчас очень такая ой осторожно помоги специально до доски нету чтобы можно было на бой наступить опустить вот этот постамент мы пойдем темно потому что свет отключился вообще там жесть подмосток будет сюда сейчас накладем картошки и теперь все наши подписчики не подписчики будут знать где мы храним картошку и как и как так вот наша лестница чудесница хотел все переделать не нравится мне куда делаться вот так все переделал все новенькое было вполне себе нормальная лестница лесенка чуть ей не нравится туда снимаю он здесь вот так вот поставим картошку поддончик я покрасила в этом году синей краской на разок то покрасила все идем за картошкой запас левые хомяки куда вот нам 5 сеток 2 200 килограмм целых а вот привычка вот это вот хомяков побольше все надо побольше а раньше мы ее просто в яму насыпали а год третий год уже вот так меч как ставим потому что мы больше брали она а ну чтобы побольше входило а ничего себе ты с прыжками она просто бы не влезла мы ее высыпали россыпи мы в этом году купили три раза рыда один белый какой-то там тоже сорт и один какой-то разваривающихся мешок до сердца запрыгало под 50 килограмм старый стал уже вот это из-за того что мешок порвался уронил ее ставим его целой стороной к стене в той чтобы я брала картошку оттуда который упал вот так и черт как ты у тебя войдет 5 мешков что ли 5 сеток сверху поставим это сетки стали набивать по 40 килограмм жилищие аккуратно как наверно все равно 3 не войдет видишь как ты сделал там пространство поставим рядом сверху положить что ты переживаешь думаешь что не войдет но я же переживаю что не войдет да в принципе можно же наверху положить какая разница еще один мешок порвалась о кстати вот это вот разваривается которая вещь она более мелкая он сказал что она разваривается ее наверно наверх надо на те мешки я ее буду брать вот так ну да выдержит да понятно почему мы высыпали а когда мы приехали сюда мы картошку хранили погребе погребе под поле под домом ну под залом господи во первых запах сами представляете какой ну наверно у всех такое было во вторых то что это ее надо было постоянно перебирать она росла ужас короче как какой-то был ну выдержали честно сказать никакие заготовки уже делать не хочется вообще вот просто не хочется не не лежит уже на них ничего но дырявые все до одной Я под лестницу, наверное, поставлю эту. Белый, да? Эта белая. Один мешок мы убрали. Ты лежа хочешь или стоя? Легче лестницу будет поставить. Ну пусть лежа лежит, какая разница? Уже 4. Последний мешок осталось. Ну войдет, наверное. Такая яба, и 5 сеточек, что ли, не войдет. Ясно войдет. Ты что-то кряхтеть стал. Универсальная машина. Я тоже сейчас за это подумала. Думаю, ну прелесть, а не автомобиль. Мадвин Джапан, Хонда. Рекомендуем. Управляй мечтой. Ну старая мечта. Старая, зато надежная. Пойдем как паровозы. Боже, бедненький ты натаскался. Так. А раньше в Симпалатинске на даче, помнишь, копали 2-3 ведра, да? Все в мешочек вклали. Ой-ой-ой. А нет, нормально все. Чтобы это, не надрываться таскать. Все. Ну и замечательно что. А здесь-то не закроется лестница. Закроется. А ты еще хотел подделать. Ну ладно, это на выходных наверное. Что поделать? Ну вот такую штучку, она же сломанная. Делаю. Один. А вот эту не надо подделать его хранить. Пока положим так. Что, не закрылась? Нормально закрылась. Моя яма закроется. Все. Вот так вот сделали. Всем пока. Мы это сделали. Мы заготовились на зиму. Теперь не умрем. Да. Будем хомячить. Из-за гола не умрем. Значит, еще морковки купим. Ну куда тебе этой морковки? У нас есть морковка? Есть вон. Вон сколько. Еще по-моему ведро есть. Потом свеклы еще сверху ведро есть. Вот я не знаю. Мне свеклу нравится есть. Хочешь. Ну, но я варю ее поэтому. Ой, опять же мне девочки, мальчики написали, что у одной там опять это все взорвалось. Ну у той же, которая писала. Яна ее по-моему зову. Ну вот опять зашла сюда. Ну все стоит. Крюки. Вот так взрывается. Что сделать? Ладно, все. Всем пока. Кто там говорил, что я там типа не помогаю жене. Так, пишите, что она теперь мне не помогает. А камеру кто носил? Я ношу, а она не помогает. Пишите. Всем пока. Вот это. Забыли доснять. Надо убраться же в машине, чтобы по чистоте ездить. На улице уже темны, хоть и время еще в 8 часов вечера. Вот она говорит, что не знаю видно, не видно ее. Ну короче говоря, вот так вот. Попрощайся. Попрощайся с товарищами переведителем. Пока-пока. Друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok